Лобное место будет тяжелым, потому что страсти кипят, и в первую очередь в отношениях Милены и Безуса. То, что сегодня происходило, ну вот это, наверное, то, о чем вчера Леша говорил, когда сказал, что отношения качатся в пропасть. Такой истерики, которую наблюдали сегодня мы со стороны Милены, мы еще не видели. Леша, сейчас ты сидел, закрыв лицо рукой. Что ты хочешь сейчас? Я объясняю, что надо разойтись немного, чтобы выдохнуть, чтобы посмотреть на все со стороны, понять все ошибки. Мне кажется, сейчас уже не надо подбирать слова. Тут если рвать, то рвать. Да я так не умею рвать, я не хочу рвать, так рвать. Вы поняли, что ты хотел бы, чтобы она сама от тебя ушла, как ты вчера признался налобно, тебе было бы легче. Но она почему-то все прощает, сегодня ты продолжил, ночью та-то, под утро Алиана и твои упругие ягодицы, потом свидание с ней, Лера на предвариловке. Вот что еще, Леша, сделать нужно, чтобы Милена от него ушла? Милена все равно в ногах у тебя валяется и умоляет тебя остаться. Если уж ты гуляешь, значит тебе плохо с этой женщиной, значит расставайся с ней, не унижай ее своими поступками, уходи. Милена мне, как человек, как личность, она меня притягивает к своей искренности. Да, но отталкивает своим поведением и отсутствием какого-либо развития. Она просто не может самообуздать свою психику, нервы, энергию и ее просто постоянно несет. И сейчас я думаю, что самое более-менее адекватное будет это нам разойтись, чтобы она выдохла, показала, что она... Ты говоришь разойтись, расстаться, а не разъехаться. Ты можешь нормально говорить? Разъехаться, разъехаться. Ты не понимаешь, что это одно и то же? Нет, я просто хочу, чтобы... Ну как нет? Подожди, Леша, ну зачем ты вот правда сейчас подбираешь слова? Я хочу разъехаться. Вот давай ты не будешь играть сейчас в благородство мужское, как Захар любит у нас это делать. Я, Оль, говорю честно, как есть. Я хочу, чтобы мы разъехались. Хорошо, почему тогда она сейчас сидит, прильнула к тебе, тебя не отпускает? Потому что такое поведение, ну, неприемлемы уже в отношениях. Да, и неприемлемо то, что я терплю вот этих всех тёлок. Я не понимаю, как я это терплю до сих пор. Не терпи, Милен. А я не могу. Ты его бьёшь с утра, ты его называешь последними словами. Ты говоришь ему такие вещи просто, чтобы он сдох, что ты его ненавидишь. А потом валяешься в ногах и цепляешься за него. Потому что мне больно, я не знаю, как переживать эту боль. Заставить любить, к сожалению, невозможно. Ну, невозможно. Ни слезами, ни твоими оскорблениями, ни ором, ни своей любовью. Ты не сможешь человека заставить себя любить, если он этих чувств не испытывает. Ну, я считаю, что всё может быть. Просто она умышленно копает яму. Лёх, всё могло бы быть, когда вы начали свои отношения здесь. Я честно скажу, в чём я вижу проблему. Потому что она не может научиться нормально общаться ни со мной, ни с коллективом. И постоянно приходится тащить вот этот вот вечный негатив. Постоянно между двух огней, потому что она, видите, не может слова подбирать. Когда тебя нет рядом, я всё время улыбаюсь и хожу в хорошем настроении. Со всеми общаюсь. Нет, просто элементарно. Это всё из-за того, что тёлки. Всё, нет других проблем. Только тёлки. От него и зависит. Я хочу, чтобы он это изменил себе. Доведётся до того, что он тебе изменит. Ты что, ты будешь потом терпеть? Так и будет, я знаю. Нет, вот смотри, вот вторая ситуация. Вот вторая ситуация. Так и будет, я знаю. Вот, Милен, ты сейчас говоришь, так и будет, я знаю. То есть ты знаешь... Если он не прекратит, то да, так и будет. Лёш, смотри, Милена на что обижается. Ты никогда даже свидание делал, а с Ляной уже ты на СПА собираешься. Ты на Придвориловке не выходил за Миленой ещё, понимаешь? Да. Ни разу, хотя бы в отношениях вроде как. А с Долерой сегодня вышел. Хотел поддержать подружки. Ну, хорошо, но ты вышел за Лерой, ты её поддержал. Потому что девушка сказала мне хорошие вещи, какие-то, ну, понимания. И это приятно. Как я могу не поддержать? Вот я тебе и говорю, что ты всем вокруг дев... Смотри, всем вокруг девушкам, которые тебя окружают, ты хочешь сделать приятно? Всегда Милена на втором месте. Да. Ну, да. Да. Вот хорошо, что хотя бы ты это признаёшь. Хорошо, что ты хотя бы это... Я почему-то властью, я пойду с Ляной. Сделаю и свидание, я всё время всё пытаюсь. Я пытаюсь как-то получить эту взаимность. Послушай, почему я знаю? Да он не хочет, Милена, он не может тебе дать... Я понимаю это, я не больно от этого. Отпусти его. И обидно, потому что она знает, что могла делать, чтобы всё было нормально, а это не может сделать. Нет, потому что я не могу сдерживать тебя. Я приехал, ты могла просто меня обнять. Ну, я там... По мне в жизни никогда так мужчины не относились. Как? Как относишься ты? Это стыдно становится за такое поведение женское. Мне самой стыдно, но я не могу. Найди в себе силы. Найди в себе силы. Я не знаю, как ещё эту боль выплёскивать. Отпусти его. Не могу. Значит, тебе будет боль... Ещё больнее будет. Нет. Да. Тебя с ним будет и с каждым разом ещё больнее. Но не получаются, ребята, у вас отношения. Ну, не складываются. Милет. Складываются. Если бы вот этих тёлок не было, всё бы сложилось. В нём есть эта... Я его вот вытаскиваю... Они есть. А п*** из него не могу вытащить. Они есть, эти тёлки. Есть. Они есть. Если они есть на начальном этапе ваших отношений, то они и будут дальше. Я и пытаюсь ему это донести. Что так не надо. Согласна. Я не говорю, что... Я согласна, что мужчина в отношениях так не должен себя вести. Но он такой, уходи от него. Не хочу. Не могу. Тогда... Я хочу, чтобы он изменился. Лёш, что ты будешь делать? Опять пойдёшь на поводу у Милена? Пожалеешь её, останешься? Мы... Мы расстанемся. Что? Ну, мы разъедемся. Ты сказал, мы расстанемся. Сейчас ты мне говорил, мы не расстанемся. Да он расстанется. Потому что ты одно и то же, Милен. Ты будешь у себя, я у себя. Какая радость, как ты расстанешься? Я не буду у себя. Буду у тебя.